Контроль за пассажиропотоком из Греции 12 ноября у всех без исключения авиапассажиров из Греции проверяет удостоверение личности. Только в эту среду береговая охрана в греческих портах Патры и Гуменицы поймала 8 человек с поддельными или украденными документами. По данным СМИ, фальшивые загранпаспорта в зависимости от качества стоят от 900 до 1500 евро. Между тем, только в сентябре морским путем в Грецию прибыли около 48 тысяч человек. В последний раз такой наплыв нелегалов наблюдался здесь полтора года назад. Причем две трети добравшихся до Греции это женщины и дети, рассказала директор Европейского бюро управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Паскаль Муро. По ее данным, число мигрантов, прибывших в Испанию в период с июля по сентябрь этого года, возросло на 90% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В основном это выходцы из Марокко, Кот-Дивуара, Гвинеи и Сирии. Поэтому, в частности, значительно меньше беженцев попадает в Италию, ведь их путь теперь начинается не в Ливии, а в Тунисе, Турции или Алжире, подчеркнула Муро. Как сообщалось, африканским нелегалам предлагают переправу на Пиренея с пересадкой и ночевкой в марокканской Касабланке за 4500 евро. Германия собирается депортировать 78 граждан Афганистана. 16 из них – это осужденные преступники, которые ожидают высылки, будучи под арестом. Все афганцы будут отправлены из Франкфурта в Кабул. Рейс назначен на 6 декабря, сообщает журнал «Шпигель». Сопровождать депортируемых должны около 100 конвоеров. Но в федеральной полиции не могут найти столько сотрудников с визы Афганистана, отмечает «Шпигель». Поэтому там обратились к полицейским, которых уже назначили сопровождать депортируемых в Пакистан. Их попросили зарегистрироваться и на рейс в Кабул. В полиции подчеркнули, что у этого рейса политическая приоритетность. При этом депортации в Афганистан из стран ЕС подвергаются все большей критике. В результате недавних терактов в этой стране погибли сотни людей. Очередной взрыв прогремел в четверг в афганском Джилалабаде. Как минимум 8 человек погибли и 15 получили ранения, когда смертник подорвался на одну из площадей города. Это произошло во время митинга в поддержку уволенного начальника местной полиции, которого обвиняют в незаконном захвате земли. Сам бывший полицейский не пострадал. Я услышал мощный взрыв. Я вышел из дома и увидел много раненых. Один из них был хозяин этого дома. Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна организация. Местные СМИ не исключают, что атака была направлена непосредственно против митингующих. Во Франции задержали шестерых подозреваемых в терроризме. Полиция считает, что они готовили вооруженное нападение на рождественскую ярмарку в Реймсе. Спецоперации были проведены в самом Реймсе и в департаментах Об и Ордены. Обыски облавы продолжались в течение двух дней. Правоохранители обнаружили несколько единиц оружия. Ярмарка в Реймсе открывается в четверг и продлится до 27 декабря. Расследование проводит местная полиция. Если подозрения подтвердятся, то к делу подключат специальное антитеррористическое ведомство. Польша вводит новые правила трудоустройства для иностранцев. Они начнут действовать уже с нового года. Теперь работодатели должны будут получать платные разрешения для найма работников. Кроме того, они обязаны регистрировать их в Управлении труда. Речь идет о тех, кто нанимается на сезонные работы в полеводстве, садоводстве, а также в туризме и гастрономии. Разведка на службе у ревнивицы. Суд Чехи осудил жену экс-премьера за использование спецслужбы для слежения за соперницей. Яна Нагева-Нечасова, которая в 2012 году возглавляла администрацию премьер-министра Петра Нечаса и одновременно была его любовницей, получила два года условно. Сотрудники разведки собирали для чиновницы информацию о жене премьера, с которой он на тот момент расставался. Судья посчитал такие действия экс-главы аппарата премьера злоупотреблением служебным положением. В 2013 году этот скандал привел к распаду правительства Нечаса. Через несколько недель после развода он женился на Нагевой. Кроме главной фигурантки скандального дела, суд также вынес решение об условных сроках для трех сотрудников спецслужбы. В Германии обезвредили банду автоугонщиков из Украины. В ходе совместной операции полицейские двух стран задержали 12 членов преступной группировки. Все они украинцы. Следствие считает, что находясь в Германии, они присматривали и затем угоняли автомобили элитных марок, после чего по фальшивым документам перегоняли их через границу. Установлено, что в период с октября прошлого года по июль этого года эта группа лиц совершила угон не менее 30 транспортных средств ФРГ с целью дальнейшей перепродажи на территории другого государства. Полицейские провели 18 обысков по месту жительства задержанных в Германии и Украине. Изъяли вещественные доказательства и документы, которые свидетельствуют об их причастности к угонам. Дорожная авария в Мюнхене. Там не разминулись машины санитаров спасательной службы и автомобиль Рено. Санитары с включенными спецсигналами ехали на красный свет светофора. В этот момент на перекресток выехал Рено. От сильного удара он перевернулся. Пожилые супруги, которые были в салоне, получили тяжелые травмы. Пострадал и один из санитаров. На месте ДТП собрались около 200 любопытных. Некоторые из них мешали работе полиции, поэтому их пришлось задержать. Жуткое самоубийство в Берлине. Женщину с перерезанным горлом обнаружили в одной из квартир по улице Дрезденерштрассе. Погибшей было 58 лет. По подозрению, в убийстве полиция сразу же задержала ее сожителя. Позже его отпустили. Судмедэксперты установили, что женщина покончила с собой. Именно гражданский муж первым обнаружил в квартире ее тело. Он позвал на помощь соседей, которые и вызвали полицию. С надеждой на коалицию. Варианты формирования большинства в Бундестаге обсудили президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и лидер социал-демократической партии Мартин Шульц. Последний ранее заявил о переходе в оппозицию. После встречи с президентом Шульц все же проведет консультации с высокопоставленными членами партии о возможном формате большинства. После провала коалиционных переговоров минувшим и выходными в Германии заговорили о повторных парламентских выборах. Они могут состояться весной следующего года. Напомню, блок Ангела Меркель, зеленые и свободные демократы не договорились о формировании коалиции после месяца переговоров. Они были прерваны из-за выхода партии свободных демократов. Действующее правительство Германии было сформировано консервативным блоком ХДС, ХСС и социал-демократами 4 года назад. В Мексике 4 жилых дома обрушились в гигантский котлован. Его вырыли под строящийся рядом торговый центр. Видео того, как дома сползают в пропасть, очевидцы опубликовали в соцсетях. В результате инцидента как минимум один человек погиб, еще один считается пропавшим без вести. Местные СМИ также сообщают о нескольких пострадавших. Сейчас на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Однако их усложняет угроза повторного оползня. Власти заявляют, что в обрушившихся домах не должно было быть жильцов. Их отселили еще несколько недель назад. Почему в зданиях оказались люди, неизвестно. Лег под скальпель ради похудения. 33-летний мексиканец, самый толстый человек на планете, перенес операцию, чтобы избавиться от лишних килограммов. Она длилась час и прошла успешно. Мужчине ушили желудок. Из-за ожирения мексиканец 7 лет провел прикованным кровати. Активно набирать вес он начал еще подростком, пока не растолстел почти до 600 килограммов. Готовясь к операции, Хуан Педро целый год сидел на диете и похудел на 175 кило. Я теперь могу сидеть без посторонней помощи, ложиться в кровать. Это те вещи, которые я не мог делать самостоятельно. Теперь я способен немного двигаться. У меня больше свободы. Я могу теперь сам делать два или три шага. И это очень меня воодушевило. Я счастлив. Правда, моментальную потерю веса врачи не гарантируют. Мужчине еще предстоит пройти усиленную терапию. В результате лечения он надеется потерять еще половину оставшейся массы. Грузия – родина виноделия. Это готовы доказать тамошние археологи. Во время раскопок в 50 километрах к югу от Тбилиси на месте поселения эпохи Неолита ученые нашли глиняные сосуды, в которых веками выдерживают напиток в этих местах. В вине всегда есть осадок. Сохраняются также микроскопические частицы косточек, а также мошек, которые летают в винодельнях. Все это мы нашли в процессе исследований. И это серьезный аргумент в пользу того, что этому вину 8 тысяч лет. И оно хранилось в кувшинах, обнаруженных в Грузии. Выводы грузинских археологов подтвердили в научной лаборатории в американском штате Филадельфия. Все прежние находки свидетельствовали о том, что производство ферментированного напитка из винограда началось в Иране, не ранее середины 6-го тысячелетия до нашей эры. Но, похоже, грузинские виноделы опередили ближневосточных коллег. Сейчас сенсационные находки выставлены в Национальном музее в Тбилиси. В Нью-Йорке готовятся к параду в честь Дня Благодарения. Шествие огромных надувных шаров традиционно уже много лет устраивает местный универмаг. Уже сама подготовка собрала сотни зрителей. Наблюдать за тем, как организаторы надувают гигантские воздушные шары, почти так же интересно, как осмотреть на саму процессию. Особенно радуются дети. Прямо у них на глазах обретают формы популярные персонажи. Мне так нравится. Их так много, и они такие яркие. С Днем Благодарения, весь мир! К ветеранам парадов Hello Kitty и Чарли Брауну в этом году присоединятся снеговик Олаф из Холодного Сердца и Джет из Супер Винкс. Каждый год посмотреть на парад приходят около 3,5 миллионов человек. И еще как минимум 50 миллионов смотрят его по телевизору. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова